Привет, друзья, с вами Растафари, и это третий выпуск новостного дайджеста Black Desert. Начнём мы, конечно, с новостей про русскую версию. Да-да-да, ЗБТ стартовало 28-го числа, и уже есть много интересных вещей, о которых мы сейчас поговорим. Как нам обещали, ЗБТ стартовало с частично изменёнными настройками по сравнению с Кореей. Конечно, первое, что все заметили, это нереально увеличенное время прокачки. Об этом было известно заранее, и заранее проводилось несколько голосований касательно рейтов. Неожиданным стало резкое увеличение силы монстров, то есть им увеличили ХП, им увеличили атаку. Само собой, это сказалось не только на прокачке, но и на обычном гринде ради получения заточек и шмота. Даже топовые игроки спустя два дня до сих пор бегают с плюс 0 и с плюс 1 бронёй и оружием. Момент этот довольно спорный, но наши издатели уже обещали, что в будущих версиях клиента на следующих этапах ЗБТ и УБТ это будет изменено. Огромным плюсом лично для меня стала переработанная ПВП-система. ПВП стало доступно с 20 уровня. Да, при этом, к сожалению, систему флага не успели поменять, как нам обещали, но изменили в принципе штрафы за ПК. То есть раньше вы флагались, вы тратили карму, вы убивали, вы тратили 200 тысяч кармы. На России кого-то начинаете бить, ничего не тратите. Даже если убиваете, тратите всего лишь 3 тысячи. Не забывайте, что ещё скорость отмывки кармы здесь увеличили в два раза. В общем, раздолье для любителей ПВП. Вместе с этим клан можно создать с первого уровня, а в гильдии можно кинуть войну всего лишь за 100 серебряных монет. Поэтому вы сами понимаете, ПВП здесь никогда не кончается. На момент записи данного дайджеста уже прошло два дня ЗБТ, и каждый день локализаторы выкладывают итоги дня. В первый день выложили итоги старта. Баги и ошибки, конечно, были. Падения, конечно, были. Их оперативно фиксили буквально за 5-10 минут. Как оказалось, корейские разработчики тоже вовсю бегают здесь с нами на русских серверах, помогают нам и смотрят за общим развитием. Отдельный респект службе поддержки GameNet. В данный момент они работают по факту 24 на 7. Очень круто. Ну и в конце выложили список лидеров по прокачке. Второй день, конечно, прошёл намного интереснее. Мало того, что пофиксили разные баги и накатили патч, позволяющий поставить иконку гильдии в любой день недели, так ещё под конец вечера прямо в мир призвали огромного рейд-босса Красный Нос, которого мы лупили всем сервером. И снесли мы ему, дай бог, 10%, потому что мы 15-е, 30-е уровня, а он 50-е. Тем не менее, нам помогли его добить сами локализаторы, а с него выпала очень крутая броня и 20 заточек. Во время боя с боссом вокруг происходила просто непонятная анархия. Народ бил друг друга, постоянно плпшился, а очень много кто просто сидел и наблюдал, потому что босс ваншотал, а по факту мы его только мы не пробивали. Тем не менее, это было весело, необычно и был очень крутой стресс-тест, потому что в одном месте собралось куча людей. А после всего этого дела выложили итоги второго дня. 30-й уровень взяли уже 37 бета-тестеров. Также выложили топ-5 самых кровожадных гильдий. Плп идёт просто без конца. Отдельно отличились гильдия джаз-плеерс. Они ведут со счётом 4 к 1 в плане убийств к смертям. Также вчера в официальной группе стартанул новый конкурс репостов. Прямо там в комментариях выдают ключи в огромном количестве, так что дерзайте, испытайте удачу и поиграйте с нами на ЗБТ. А дальше новости Кореи. 29-го числа на корейские сервера установили громадный патч, который добавил в игру целых два новых класса. Добавили того самого Визарда, который в простонародье Гэндальф. И его женскую версию Вич, она же ведьма. Классы очень необычные, управляют разными стихиями, являются таким полноценным рейнджовым кастером магом. При этом довольно мобильные, имеют неплохие бафы и щиты, и ещё могут и подхилить. Носят они посохи, а вторым оружием у них является кинжал. Судя по всему, его можно перекинуть прямо с вашей лучницы, так что если вы планируете на России когда-то дожидаться Визарда, то имеет смысл сначала начать играть лучницей. В бесне с ними стартовала куча разных ивентов. Они по порядку. Первый ивент предназначен для новых игроков, то есть для тех, у кого общее время игры на сервере составляет менее часа. При этом, если на этом сервере вы отыграли более часа, просто заходите на новый сервер, любой, где у вас нет других персонажей, и просто создавайте нового перса. Вы также получите эти бонусы. Создав колдуна или ведьму, вы получите премиум костюм на вашего нового персонажа на неделю. Создав любой другой класс женского пола, вы получите вот такой вот премиум сет на неделю, а создав любой класс мужского пола, вы получите вот такой вот премиум сет на неделю. Также вы получите черного кота, у него нет срока действия, и в шопе он стоит 220 жемчужин, то есть вы сэкономите 10 долларов. Плюс ко всему, вы получите премиум набор брони для вашего коня. Срок действия у него также неделя. Также вы получите недельный премиум набор. Напоминаю, что этот набор действует только на этот сервер. О том, что дает премиум аккаунт на Корее, вы можете посмотреть у меня на канале. Ссылочка на видео будет в описании. Плюс ко всему, заходя каждый день, вы будете получать дополнительные бонусы. На второй день вы получите комплект брони от Джерри и плюс токен на коня. На третий день вы получите сережку и колечко. На четвертый вы получите ожерелье и пояс. И на пятый день заточку для брони. На шестой день заточку для оружия. На седьмой день вы получите еще два предмета для восстановления прочности. Кстати, они нужны еще для смены пробуждения навыков. Плюс ко всему, начиная с 29 мая по 21 июня, каждый выходной мы будем получать баф на двойной опыт действующей везде. Идентичный ивент запустили для тех игроков, кто не появлялся в игре как минимум с 1 мая по 27 мая. Зайдя в игру, открыв достижения во вкладке ивентов, вы там найдете такой же вот сундучок, в котором будет тоже костюм, само собой на неделю. Премиум броня на коня на неделю. Премиум пак на неделю. И конечно же черный кот, не имеющий никакого срока действия. Плюс дополнительно вы получите 6 заточек, из них 2 на оружие и 4 на броню. Токен на лошадь. 3 свиточка на получаемый опыт. 3 токена на рабов. И целую сферку на сброс килов, которые нужно задействовать тоже в течение недели. В общем и целом, по-моему, очень крутые 2 ивента. Это стимул как и старым игрокам вернуться пощупать изменения, так и для новичков это отличный шанс посмотреть на игру и тем более изучить новые классы. Тем более, что ЗБТ скоро заканчивается, а до ЛБТ нам еще долго и долго ждать. Несколько месяцев, поэтому времени поиграть на Корее полно. Дополнительно запустили ивент, по которому вы будете ежедневно заходя в игру, получать так называемый Wizard Stone. Вот такие вот камушки. Собрав необходимое количество и правильно разложив их в инвентаре, вы получите довольно интересные награды. Собрав 3 из них, вы получите коробку удачи новичка плюс 2 заточки на броню. Собрав 6 из них, вы получите коробку удачи новичка плюс 2 заточки на оружие и еще свиточек на дополнительный шанс дропа. Собрав 9, вы получите среднюю коробку удачи, плюс такой же свиточек на шанс дропа, плюс еще дополнительный предмет, позволяющий вытащить камушек из вашей шмотки. И собрав 12, вы получите большую коробку удачи, плюс средний минерал жизни, плюс также дополнительный свиток на шанс дропа, 3 предмета, дополнительно дающих плюс 1 к шансу заточки и флейту для дистанционного призыва маунта на неделю. И последнее событие, которое запустили, посвящено празднованию месяца семьи. Вы сможете получить 4 аксессуара, зайдя в игру 30 мая или 31 с 5 до 11 вечера по корейскому времени, то есть с 11 до 5 вечера по Москве. Чтобы получить 4 аксессуара, нажимаем кнопку F3, раздел MiliH. Друзья, мне очень интересно ваше мнение касательно изменений в русской версии Black Desert. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях. На этом на сегодня все. Обязательно посмотрите другие полезные и интересные видеогайды по игре, к примеру, по крафту, по развитию парабам, просто кликнув на аннотации на экране. Или же откройте ссылочки в описании к видео. С вами, как всегда, был Растафари. Обязательно подписывайтесь на мой канал здесь, на ютубе, вступайте в мою группу вконтакте и по возможности подписывайтесь на мой твич канал. Всем удачи, увидимся на просторах Black Desert, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok